Вот и 1 октября сегодня. 1 октября 2021 года. Можно подвести итоги нашего прошедшего 2021 года по медосбору. Как видно, неплохой был год по сравнению с предыдущим. Так, как я и говорил, что будет средний урожай. Ну, три качки, я считаю, это нормально было в этом году. Хорошее место, хорошие пасечники все. Идеально все произошло. Так что подготавливаем теперь пчелок в зиму. А как подготавливать? Вот последний раз 8 сентября я посмотрел их. И пока не беспокою их там. Но на днях надо будет еще немножко просмотреть. И подготовить их, как бы сказать им, что еще буду обрабатывать вас два раза бипином. Советую вам, ребята, купить бипин, кто не купил. Потому что уже в магазинах, я смотрю, уже уменьшается ее количество. Уже нету на 20 пчелосемей. Уже дробленые на 10 пчелосемей продается. А как обрабатывать, так вообще не будет. И не вздумайте покупать бипин в ветеринарных аптеках. Он вообще отличается от того, что для пчел и то, что животным продают. Там тоже есть бипин в ветеринарах. Но тот не покупайте, только в пчелиных магазинах. А сейчас вот смотрю вот эти все записи мои по прошлым годам. Вот здесь такие у меня ввиду журналы учета. Каждый медовый сезон. И понемножку анализируем. Смотрим, какой будет следующий сезон. Как я вам уже говорил, что все повторяется. Каждые 7 лет все повторяется. Так и в этом году все повторяется по сравнению с 2014 годом. Поскольку у нас это, я вам уже говорил, что в этом году у нас это год Сатурна. И исходя из наблюдений, то осень сначала будет холодная с дождями. Далее немножко короткое бабленое лето. Потом вторая половина дождливая и с заморозками. Возможно потепление аж в конце осени будет немножко. Такие записи есть, ведутся. А зима, зима у нас постепенно, постепенно. Зима постепенно перейдет с дождливой осени, перейдет в холодную зиму. Морозная зима будет, очень много снега и будет холодно аж до весны. Так что ждем весну. Весна все покажет. Этот год, конечно, не очень благоприятный был для пчеловодов. Даже вот как писал Прокопович, если, как в этом году, что в июне, в июле проходит Земля между Солнцем и Сатурном, то будет всегда безвзятковый и губительный для бжел период. Вот эта планета всегда делает много, как говорится, беды из-за того своего или приближения, или удаления от Земли. Вот такой вкратце прогноз. Привет всем, ребята. Так что посмотрим, что будет у нас в следующем году. О прогнозе на весну и лето мы поговорим после облета пчел. Следующий год у нас год Юпитера, так что будем ждать и надеяться. А пока, как говорится, будет холодная зима, готовимся капитально, чтобы перезимовать, обработать пчел, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы мы благополучно прошли этот период. Как видим, сейчас я вот одет и уже сегодня холодно, 10 градусов, хотя солнце уже по обеду, уже 13 или 14 часов, но холодно. Ночью 6 градусов, пока без заморозков, но прохладно. Ну все, вот такой прогноз на этот год, что был, год Сатурна. И будем надеяться на год Юпитера будет лучше. Все, всем всего доброго, всем пока. Берегите себя и своих пчел, все у вас будет хорошо. До скорой встречи, пока.